Радио Камчатка. Гость в студии. 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 Г На этаже общий санузел, в который ходит 50 человек, и в который они также вынуждены посещать. И вот эти раздолбанные коридоры, обшарпанные пролеты, и эти проблемы не решаются годами. При том, что мы говорим, что свет клином сошелся именно на сельстрое. Потому что есть другие общежития, Мячино, Геофизическое, Чкалово, там тоже коридорного типа, и тоже люди живут в таких же жутких условиях. Но сельстрой, он, во-первых, большой, он действительно в сравнении большой. Второе, он находится в центре города Елизова, буквально за администрацией городской. И третий момент, это единственное общежитие, которое мы можем привести в порядок, в отличие от тех, которые я перечислил. Ну, только хотел сказать, да, что это место центральное такое, и там же спортзал еще есть, куда ходят дети, все смотрят вот это дело. Ну, конечно, это безобразие, наверное, да, так можно это назвать, ситуацию. Безусловно. Ну, а что можно предпринять? Вы как представитель власти, ваше предложение. Мы уже несколько лет боремся за эту историю, и мы начинали с чего? То есть, жителями проводили собрания, писали коллективные обращения, да, собирали подписи. Во все инстанции, во все представительные органы нашего края, законодательные собрания, исполнительные ветви, контрольно-надзорные. Мы куда только не обращались. Вот самое крайнее это было, когда пришла инспекция по надзорному обращению по поводу плесени в душевых. И они говорят, тут нету вентиляции, мы говорим, да нету, да мы знаем, да потому что это общежитие не предназначалось для такого длительного проживания. Никто не думал, что вселяя людей на 2-3 года до получения там нормальной квартиры, да, что эти 2-3 года превратятся в десятилетия. И как таковых методов, да, на определенной стадии их не было, потому что все ответы стекались в один лаконичный, что это многоквартирный дом. Ну, есть собственники, да, которые являются владельцами имущества многоквартирного дома и сами выбирают способы управления, там, управляющая компания в данном случае. И, мол, вкладывайте свои деньги и сами реализовывайте, да, следите за своим имуществом. Только одно но. Вот управляющая компания, там до этого была с таким, знаете, саркастическим названием Улукоморья, а сейчас занимается этим Аргелон. Управляющая компания просто не в состоянии взять и этот дом изнутри реконструировать. Ну, потому что нет собираемости. Ну, потому что там гигантские площади, там одно фойе, чего стоит перед вот этим спортивным залом строителей. Эти длиннющие коридоры, да, не хватит никаких средств, да, даже если была бы стопроцентная собираемость, даже если бы у них и так повышенный тариф, а там хотели заложить до 80 рублей за квадратный метр, это с наличием вахты. Да, с чего это люди при равных обстоятельствах должны платить такие суммы? Вот стоит пятиэтажка стандартная, да, напротив, и там вот приходит гражданин в свою квартиру, у него есть санузел, у него есть коридор, да, ну, обычная там квартира, однушка, двушка, не суть важна. И вот приходит такой же гражданин в сельстрой, но у него, извините, общий санузел на этаже, у него нет в принципе коридора, у него есть маленькая комнатушка. Почему они находятся в равных условиях по оплате? И вот спустя время, в 2024 году, мы нащупали ниточку, как это сделать. Это вопрос субсидирования, точнее, выделения через муниципальный конкурс средств на управляющую компанию, ну, юрлицо, конкретно в управлении многоквартирными домами бывшего типа коридорного, вот этих бывших общежитий коридорного типа. Вот, вопрос заключается в том, мы можем это сделать, откуда взять средства. Вот резонно, а почему же средства не выделяются тогда? А вот этот вопрос меня к вам сегодня и привел, потому что одно время, вот в рамках 2024 года, с жителями, да, мы встречались, мы ходили к главам, встречались с главой Елисово-городского поселения, с главой района Сергеем Николаевичем Тюлькиным, где нам было обещано, что этот вопрос будет рассмотрен. Там всего 12 миллионов требуется на весь сельстрой. Например, за три года по 4 миллиона, да, если разбить, привести в первый год санузлы, во второй там коридоры, ну и так далее, то есть распределить. Это все реально. И нам было обещано, что осенью это будет сделано, будет выделена субсидия из района. Вот прошла сессия, первая осенняя сессия, 4,5, не было, соответственно, ничего выделено. 4,5 миллиона выделили на проект Аллеи Славы и Доблести. Сейчас через проект «Решаем вместе» 26 миллионов выделяется на мемориал Великой Отечественной войны. 2,5 миллиона на реконструкцию памятников в пограничном, который идентичный памятник такой же. Я вам скажу, я не против. Вот с точки зрения истории, да, с точки зрения уважения ко времени, к 80-летию, которое грядет, с точки зрения воспитания подрастающего поколения, патриотики, это важно. Ну, конечно, важно. Но есть приоритеты. И на местном самоуправлении эти приоритеты устроены не с общественных территорий, а сначала идет жилье, да, обеспечить базовые потребности людей. Подвести к ним коммуникацию, ну и там, например, ИЖС, мы касаемся, когда у нас выделяют участки, к ним нет проезда, извините, банального. Потом идет инфраструктура, детские сады, различная социалка, школы, магазины. Потом придомовое благоустройство, когда мы выходим во дворе с детской площадкой, асфальт. И потом общественные территории. Не наоборот. Это нелинейное развитие. Я, конечно, не к тому, что нужно пройти все этапы поочередно. Жизнь многогранна. Все этапы одновременно существуют. Но я к тому, что акценты должны быть перераспределены с общественных территорий на решение базовых проблем. А скажите, пожалуйста, в силу полномочий, которые сейчас у вас есть, можно что-то сдвинуть поконкретнее, с мертвой точки? Можно. Ну как, исполняющий обязанности города Елизова, вы же можете там сходить, потребовать куда-то, да? Можно. Я схожу и потребую. И на районную сессию, да, вот сейчас мы с Сергеем Николаевичем на прямой связи по этому вопросу. То есть в октябре он обещает вынести этот вопрос. Мы опять же, Сергей Николаевич верно здесь подметил. А почему Елизовское городское поселение не может выделить часть средств? Ну почему нельзя просто взять, например, и два, да, если мы говорим о четырех миллионах на первый транш 25-го года. Два миллиона выделяет город Елизова, два миллиона выделяет Елизовский муниципальный район. И мы начинаем хоть чуть-чуть улучшать жизнь людей. Просто здесь, знаете, такая тонкость, это же тоже полумера. Мы ведь понимаем, что вот в таком здании, как все и строят, люди в принципе жить не должны. Это, знаете, история не для эфира, конечно, но это история, которая очень четко вообще показывает, да, насколько ситуация там жесткая. Вот женщины и дети, вот этот общий санузел, они туда не могут ходить, потому что там в некоторых санузлах, извините, нету защелки даже, нельзя закрыться. А сколько людей там живет? Есть статистика? Ну хотя бы так вот. Ну, там, вы понимаете, там семьями живут, но человек, наверное, 350-400. Ну, то есть много людей, на самом деле, не два, не три человека. Ну, нет, нет, не два, не три человека. Там на этаже, если не ошибаюсь, по 20 комнат. А через 4 этажа, да, 2 секции, соответственно. Ну и сколько там в одной комнате живет, кто это называется, считал. Так вот, смотрите, история в том, что люди вынуждены, вот я извиняюсь, ходить в ведра, а потом эти ведра выливать. Это вообще допустимо, вот в наш век? Допустимо ли при данной ситуации, когда мы можем решать эту проблему, заниматься общественными территориями? Ну да, конечно, это парадокс, да, согласитесь. Когда у нас искусственный интеллект уже, там многое дело, это здесь вот как, я не знаю, при царе горохе, даже не знаю, как сказать. То есть, ну это просто ужасно. Каждый, если поставить себя на место этого человека, да, ну, аж страшно представлять вот это все дело. Так, смотрите, еще один такой вопрос, не могу его не задать. Вот ситуация с вашим, ну как я даже знаю, предшественником, мэром Артемом, да, в Швильде, вот вы ее как-нибудь прокомментируете? Ну давайте, знаете, я так, свою принципиальную позицию по этому моменту. Вот первое, я вот в данной студии нахожусь не с точки зрения, чтобы кого-то оправдать или кого-то защитить. Вот мы сейчас разговариваем с вами о сельстрой, я ведь не обвиняю глав. Я говорю о том, что давайте мы найдем какое-то конструктивное решение. Или может быть нам нужно с жителями встретиться, записать видеообращение к губернатору, чтобы он позвонил главам и попросил их выделить, вот найти возможность передвижки в бюджетах на 25-й год. Это первое. Здесь не с точки зрения, чтобы вот кого-то там оправдать или обвинить. Второе. Вот моя принципиальная позиция, наказание должно быть соизмеримо с преступлением. Вот если у нас есть 10-миллионная схема, если у нас есть там земельные участки, сворованные мошенническим путем, пособничество этому мошенническому пути, если мы видим какие-то серые схемы коррупции, вот тогда мы говорим о том, что мы будем осуждать это и от представителей с точки зрения представительного органа. Мы будем это осуждать с точки зрения власти и с точки зрения жителей и с точки зрения общества. Но если мы этого не видим, то у нас складывается какое впечатление? Вот если что-то есть, вы нам эту фактуру покажите. И третий, знаете, момент такой простой и до банальности простой. Да, вот мне периодически задают вопрос, говорят, Леонид Сергеевич, вот на чьей ты стороне? Да я на стороне жителей. Я на стороне жителей и я за интересы жителей. Вот меня история сельстроя, вот это меня волнует. У меня нет какого-то корыстного, знаете, там стимула, я, кстати, управляющая компания, я, кстати, ее и не хвалю. Они, да, они там где-то прибираются, а какие-то мелочи, как поменять лампочку, не могут. Устроить там рейд, да, и раз в неделю проходиться, смотреть, где лампочка не горит, где что-то можно было бы сделать своими руками, не вкладывая туда средства. Но это лучшее, что у нас сегодня есть. Леонид Сергеевич, у нас буквально 30 секунд осталось. Ну, что сказать, удачи вам и вашим соратникам. И, конечно же, терпение, наверное, жителям еле за во всем, да? Удача нам не помешает. Ну что ж, я напомню, спасибо, что нашли время, посетили нашу студию, что в студии у нас был Леонид Сергеевич Багратион, временно исполняющий обязанности главы города Елизова. Всего хорошего, спасибо. Гость в студии на радио Камчатка.